Гель «Ревитализант Снайпекс» специально предназначен для восстановления стволов и повышения качества стрельбы. Давайте проверим, как он работает. Возьмем достаточно изношенный ствол. Это списанный армейский автомат, переделанный под охотничий карабин. Сначала проверим его кучность на специальном станке, затем почистим, обработаем Снайпекс и опять на станке проверим полученный результат. Тест проводим в спортивном стрелковом тире ХАДА при участии специалистов баллистической лаборатории. Для теста берем охотничьи патроны калибра 7,62, хорошего качества, из одной партии. Теперь контрольная проверка оружия, стрельба со станка. Серия из 10 выстрелов. Для оценки кучности попаданий в баллистике широко используют угловую величину МОА, угловая минута. У нового АКМ оружейники обещают МОА равную примерно 3. В тире ХАДА карабин выбил группу 7 сантиметров на 5 сантиметров. Применив формулу, получаем МОА 6,88. А теперь обрабатываем ствол карабина при помощи ревитализанта Снайпекс. Перед обработкой проводим штатную чистку оружия. Собственно, обработка. Вскрываем упаковку, наносим 4-5 миллиметра геля, доза примерно размером с горошину, на шомпол и распределяем по внутренней поверхности ствола. Такое же количество геля наносим на выступающую часть пули. Производим выстрел. Для полной обработки ствола нужно выстрелить весь гель. Это 20-30 выстрелов. Главное – соблюсти принцип «одна туба, один ствол». Некоторые охотники боятся разрыва ствола, но этого никак не может произойти. Не надо бояться намазывать патрон. Лишнее все размажется по стволу. И разрыва ствола произойти вообще ни в каком виде не может. Можно смело стрелять. А после обработки оружие можно не чистить, а просто прожечь пятью выстрелами. И будет во время этого еще улучшаться покрытие ствола на самом деле. Я просто беру и прожигаю ствол обыкновенно. Все, оружие готово к эксплуатации. Проверяем действие ревитализанта. Вновь устанавливаем оружие на станок и производим серию из десяти выстрелов. На этот раз ствол выбил группу 3,5 на 3 сантиметра. Применив формулу, получаем МОА-344. Это практически показатель нового оружия. Сравним две мишени. Снайпекс восстановил ствол нашего карабина. Кучность улучшена вдвое. Кроме того, ресурс ствола увеличен на несколько тысяч выстрелов. А теперь самое интересное. Прокалим ствол. Не жалея патронов, произведем 200 выстрелов. Это серьезный настрел на восстановленном стволе. Тест показывает МОА-295. Вывод. Снайпекс продолжает работать. Снайпексом фирмы Хада можно обрабатывать не только карабины, но и любые образцы стрелкового оружия. Пистолеты, револьверы, спортивные винтовки. Защитное покрытие не требует специального ухода. Рекомендуется обрабатывать оружие каждые 3000 выстрелов или не реже одного раза в год.